За прошлую неделю мошенники обогатили за счет саровчан более чем на 1 миллион 800 тысяч рублей. На сотовый телефон женщины позвонил злоумышленник и сообщил, что на ее имя оформлен кредит. Звонивший пояснил, что для того, чтобы аннулировать кредит, необходимо его обналичить через терминал и перевести на указанные реквизиты. Таким образом, мошенники похитили у женщины 340 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Еще одну саровчанку телефонные преступники ввели в заблуждение информацией про безопасные счета. И в руки мошенников женщина перевела около полутора миллионов рублей. Сотрудники полиции призывают граждан к бдительности и напоминают о необходимости соблюдения мер имущественной безопасности при совершении операции с банковскими картами. Для того, чтобы не стать жертвой обманщиков и защитить свои деньги, помните, что сотрудники правоохранительных органов и других ведомств никакие вопросы по телефону не обсуждают, в том числе вопросы финансового характера, а пригласят вас для беседы лично. Саровчанка, проживающая в доме по улице Радищева, заявила о том, что из ее квартиры пропали деньги в сумме 35 тысяч рублей. А в кармане мужчины 1990 года рождения сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили ствердок с веществом растительного происхождения. По всем случаям проводят проверку. 5 апреля 2023 года зарегистрирован рапорт участкового полномочия полиции о том, что 23 февраля 2023 года около 23 часов вечера не установлено лицо, находясь в квартире дома по проспекту Октябрьский. В ходе конфликта умышленно нанесло один удар стеклянной бутылкой в области головы Саровчанина 1978 года рождения, причинив ему телесные повреждения в виде ушибленной раны правой лобной области. На дорогах города на прошлой неделе произошло одно ДТП с пострадавшим. У дома номер 2 по улице Садовой водитель Сузуки при повороте налево вне перекрестка не уступил проезжую часть автомашине ВАЗ 21043, которая ехала прямо во встречном направлении. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир ВАЗа, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.